так всем утро доброе на канале беларусь германия нет ничего лучше запаха свежего сваренного кофе по утрам итак начинаем мы наш семейный влог с поездки в икею икея у нас находится в городе магдебург это где-то примерно 50 километров от нас так что вот суббота 10 20 утра выдвигаемся в икею твою ты извините но немцы и автомобили мне кажется это вещи которые совмещать нельзя пока мы едем параллельно наверно то будем что-нибудь рассказывать что у нас произошло самый главный такой нюанс который мне беспокоит это цены на топливо сейчас мы проезжаем заправку евро 59 дизель офигеть и цена я так понимаю ниже чем евро хорошо что мне этот ассистент полос и не дал выехать за полосу евро 50 сейчас наверное дешевле уже не будет и так это ну кажется мелочь но практически на 30 центов нас поимели хочу поделиться одной интересной новостью событием вчера произошло я познакомился с человеком который владеет теслой тесла модель 3 у него полноприводная вчера у меня прокатил я про то сейчас рассказываю как будто там девочки рассказывают что меня вчера катали на porsche а меня вчера катали на тесле и те эмоции что дала эта машина при разгоне по паспорту по моему 3,3 секунды разгон занимает мы это не замеряли мы просто подъехали к автобану остановились практически до нуля и человек нажал на газ я не могу это передать словами просто тебя вжимает вот на этих 2-3 секунды в кресло просто ты вот ты как будто удар его сзади берут и резко тянут все и ты смотришь на спидометр уже 100 туда-сюда и 200 километров в час вот электромобили как бы это все классно шикарно интересно типа ну да электромобиль но то что дала тесла мне вот этот разгон мне кажется это эмоция которая вот идет с детства первый раз там садишься там после велосипеда на мотоцикл там что-то и вот я реально да 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 в парке на каруселях там я вчера блин я вот про это сейчас рассказываем бородатый мужик который уже дам летом 35 лет до достоверные источники подтверждают что пока что да и то что вчера ощутил это просто непередаваемо было я как маленький вот такой вот ребеночек ай это круто и в итоге что я хочу сделать обзор на эту машину так что ждите на канале будет обзор на теслу мы поговорим с владельцем тесла который пользуется ездит и уже там не то что там день-два владеет это уже у него вторая машина тесла он расскажет вообще как опыт эксплуатации владения этим автомобилем я просто вчера был покорен этой маркой непосредственно этой машины очень интересно я думаю вам тоже это видео очень понравится как же прекрасно осень своими цветами но ужасно своей погодой просто вот я недавно заметила что как раз таки цвета в германии осенью не такие как в беларуси они будут такое ощущение что листья из зеленых сразу превращаются просто в коричневые я просто помню в беларуси эти листья красивые желтенькие красненькие ну да здесь наверное скорее всего из-за перепада температуры потому что здесь как бы более долго наверное сохраняется теплая погода потом как-то резко резко холодает и также здесь резко наступает как бы нет того периода весны тут как-то холодно холодно потом как-то резко жарко становится да мне кажется потому что осень до беларуси как-то протекает более вот так вот медленно ты знаешь по так все началось там эти периоды а тут у нас тут 18 а потом резко 5 градусов и все но может из-за этого ну да здесь как-то красный лист какая-то деревьев там и не каждый все краснеют я не знаю так что да немножко так тут сразу все и желтая а еще как ураган на днях коричневая был она все еще это и сдувает сразу вот такая вот очень у нас германии инстафоток в листве не сделаешь так а мышь не рассказали почему мы вообще едем в икею у нас предстоит переезд через неделю мы должны уже въехать в новую квартиру и но у нас и так немного было мебели и решили мы купить посмотреть сегодня мы едем посмотреть просто двухэтажную кровать да для детей да ну решили два этажа так малыш тихо пока вот даже малой подтверждает его кровать почти поломалась и с кухни мы забираем нашу старую кухню но вот в плата где вырезано место под раковину и там где вода подключается у нас справа в новой кухне слева и покупать для стока там два с половиной метра но это как бы неудобно это не практично это застой воды это надо будет этот уровень ну короче туда-сюда надо будет еще и плату посмотреть а может кухню просто прикинуть у нас кухонька маленькая в новой квартире будет вообще малюсенько там 3320 взяли план с собой посмотрим да и старая немножко вот по подключением так что посмотрим ну и плюс жена и жена если вы смотрели тор рагнарёк сестра тора хела она когда попадала так стоп а где он заезд в асгард она становилась сильнее также вот и жена вот она икея также и жена у меня когда попадает в икею она здесь становится сильнее она возрождается так что для возрождения жены и моего время-время-время-время-препровождение да так что вот приехали мы в икею будем сейчас искать парк плаце ну все как происходит как всегда мы приехали выбирать две вещи но сейчас мы здесь проведем часа два или три как sony говорит все правильно потому что икея тут просто ходишь и наслаждаешься я бы наслаждался только так а вы гуляйте ой по ценам по икея не знаю я вам наверное буду показывать просто кухню если мы найдем и кровать двухэтажный потому что здесь показывать все это на два часа будет видео минимум что это жесть вот допустим диванчик 349 евро реально можно заблудиться ходишь по этим всем у них классно это сделано комнатки кухоньки 4 реально запутался немножко где мои а вот он конечно смотри что дети нашли ну можно как она можно как игровая зона а можно в матрас положить и получается спать и там и там когда они разъезжаются в разные комнаты то есть получается что все равно у марка остается и кровать и просто как игровая зона посмотрим вот первый вариант уже сто девять евро нашли кухню как в больнице за девяносто девять евро для дачи для больницы так вариант есть за 629 да поискать что-то подешевле еще так вот еще вариант который подходит нам но 2 147 ну или просто мы можем купить плата 113 евро рабочая я думаю в нашей кухне нам надо просто купить рабочую поверхность заменить столешню все еще и не не париться не тратить деньги вот допустим вот вариант интересный сейчас по прайсу расскажу интересно кухне стоит 3 352 если вам ее размалюют как где поставить спланируют доставят и соберут то она стоит 4079 евро 700 евро где-то сверху а но это с геретами это кухня до 800 евро за то что тебе привезут ее неплохо ох так передохнуть в маске тяжело в итоге с кухней мы решили кухню как бы ну не париться сильно вообще за нее просто поменять рабочую поверхность это будет дешевле и практичнее потому что ради новой квартиры которую мы арендуем менять кухню это ну смысл в этом просто меня поверхность рабочую будем дальше пользоваться так мы в детском мебельном отделе щас будем выбирать кровать нам нужно двухэтажная я вижу ну самый простой вариант это вот так а вот деревянная нет это 179 евро да сонка записывай за я бы взял за 99 да не парился пока боже мой как всегда пока не парился меняешь меняешь мне что-то будешь менять сколько через два года мы еще раз поменяем только что это вот сетка и быстро наверное вот это не своими пальчиками проковыряют могут и без сетки жизнь еще не станет так что такой вариант неплохо 99 евро напишите кстати вы бы что взяли вот эту за 99 или за сто семьдесят девять наверно будем уже заканчивать мы с икеем сходим сейчас возьмем по хот-догу вот эти офигенные хот-доги да будем уже двигаться домой так жена я прав блин ну кстати вот хотели все покушать просто весь очередь дикая все стоят покушать так что хот-дог да походу возьму что кушать там морг очередь стоит жесть посмотри блин очередь конечно дико стоит и за хот-догом очередь покушать везде очереди стоят да так я взял шесть шесть футбоков себе а вы сколько вы не просили 6 взял себе у меня уже отмазки надо перекусить да так что машину пошли сядем поедем машине здесь столиками нельзя закрыто все так но сейчас самое приятное это еда так сначала руки все обрабатываем кому тебе тебе марк и приступаем пахнет дождем должен так тут два для детей сверху один без кетчупа и без горчицы для сони какой-то кстати полтора евро стоит были по евро сейчас они по полтора ну нереально вкусные хот-доги раньше они делали что ты сам вот тебе дает сосиска булочка и ты там наполняешь все открываешь сейчас они сами все это делают ну для экономии это лучше что упал тарелочку высыпалась ну слава богу марку что пришло тарелку на колени а остальное в ручке так что вам тоже приятного аппетита хот-дог ну за полтора евро офигенный все что-то нам по два залетело ну как у меня полтора еще половину жена доела и дочка еще больше одного даже вот икеевские хот-доги наест больше одного ну хотя мы тут больше хот-доги нигде не едим но вот икеевские хот-доги когда они особенно были по евро так вот и наступило воскресенье мы уже успели прибраться я привести себя в порядок жена успела съездить на работу что мы решили в итоге по кухне в икее мы будем просто менять столешницу вот эту потому что раклина у нас находится здесь и подключение вот и здесь дома а на новой квартире раклина надо подключать туда тянуть сток допустим вдоль кухни ну это не совсем адекватно просто на время столешницы перевернуть вверх ногами конечно да там жестко но тут буквально пару дней столешница станет евро восемьдесят я куплю ее наверно в икее или может посмотрите где-то по месту есть и просто вырежу новое отверстие вот перенесу кухню туда плиту сюда потому что все эти вот тумбочки их можно просто переставлять и не мучиться с кроватями мы тоже пока не решились ну и проблема вот читаем все время план наши новые квартиры пока что я думаю надо переехать у нас кстати да на следующей неделе очень много дел и мы должны за неделю подготовить квартиру к сдаче и переехать уже на новую так что будет веселуха чувствую жестко у жены как раз отпуск она взяла так что следующую неделю мы будем тут вдвоем сражаться ну а что сегодня у нас что сейчас будем делать пойдем погуляем и будем сегодня что-то готовить и ничего сегодня готовить только гулять готовить не будем так что вот такой вот воскресенье ну что ты готова ну это первое ну что ты готова ну это первое нормально так короче покажи на тут надо же тоже попробовать что я уже аж не могу это великолепно и выглядит и на вкус так в общем будем прощаться у нас на следующей неделе очень много дел у нас переезд раз а это самое главное один аспект это переезд плюс еще будет интересная вещь которая звучит в понедельник про которую мы расскажем позже мы этого очень ждем здесь все будет хорошо так что вам спасибо за просмотр данного видео всем приятного аппетита хорошего дня что от жены если здорово скажу опять будет не оригинально ну ты врач можешь давай давай быстрее а то уже люди хотят кушать любви ну и любви в общем все всем пока и до следующего видео до новых встреч